У меня есть цель, и к этой цели я каждую секунду готовлюсь. Каждую секунду готовлюсь, чтобы добиться своего... С детства у меня была мечта попасть на Олимпийские игры. Одна мечта сбылась, теперь вторая мечта, чтобы я стал олимпийским чемпионом. У Армении не было никогда олимпийского призёра, либо олимпийского чемпиона. И я хочу сделать так, чтобы привести эту медаль долгожданную в нашу страну. И я всё делаю для этого. И до сегодняшнего дня я продолжаю заниматься своим любимым делом. В Владикавказе, где я живу, там большинство ребят занимаются дзюдо. И прямо рядом с моим домом там зал находится наш дзюдо. И так много выбора не было, и поэтому пришлось пойти на дзюдо. И в частности мой сосед, призёр Олимпийских игр, Тминов Тамерлан, он тоже прямо рядом с нами живёт. И так получилось, что мы всегда с семьёй смотрели за его соревнованиями, за его схватками. И мне очень понравился этот вид спорта. И после того, как он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, это меня очень сильно замотивировало. И мне тоже захотелось стать таким выдающимся спортсменом, как и он. Первые два года для меня очень тяжёлые были, потому что тренер нас гонял сильно. Я тогда ещё маленький был, не понимал этих нагрузок, всего этого. И, я не помню, по-моему, 2004 год был. Были республиканские соревнования у нас. Я себе сказал, если я выигрываю, если меня отвезут на дальнейшем на соревнования, то я остаюсь в дюдо. И с Божьей помощью я эти соревнования выиграл. Меня отвезли в Анапу, я помню, на соревнования. Потом на сборы в горы отвезли. И мне это очень сильно понравилось. И после этого я захотел ещё больше и больше тренироваться, чтобы у меня возили на соревнования, чтобы я выигрывал. Для меня это стало такой жизнью. И я отдал себя этому виду спорта. Я очень сильно люблю этот вид спорта. И не жалею, что я пошёл именно на этот вид спорта. Я долгое время не мог выступать на международных турнирах и не только. И в России тоже я не мог выступать, так как у меня не было российского гражданства. А в молодые годы, когда ещё юный был, у меня были хорошие данные, чтобы выигрывать тоже по юношам, Европа, Россия, мир. Но, к сожалению, у меня не было документов, гражданства не было российского. И все эти молодые годы я просто тренировался усердно. Просто боролся на районах, на республике, поближе, где можно было. Но затем, уже как мне стало где-то 18 лет, я уже получил гражданство Российской Федерации. И уже потихоньку у меня пошли результаты сразу. Это я был несколько раз призёром чемпионата России. И попал в состав сборной России, где я очень сильно прибавил в сборной России. Но в 2015 году, в конце 2015 года, мы решили перейти за сборную Армении. Я очень сильно и давно я хотел бороться за свою страну. И, слава богу, мне это удалось сделать. И с 2015 года, с конца 2015 года, я уже начал бороться за сборную Армении. Конечно, сложно было переходить за сборную Армении. Потому что сборной России там тоже столько в тебя вкладывают. И потом тяжело бывает уходить оттуда. Но всё, слава богу, получилось. И перешёл за сборную своей страны. И начал показывать результаты. Первый мой международный старт. Сначала был чемпионат Армении. Я его выиграл. Потом был большой шлем в Ташкенте. Я там занял седьмое место. А седьмое место в дзюдо, ну и на большом шлеме. Это довольно-таки очень хороший результат. Первый же турнир, первое же соревнование, седьмое место. Это, ну, вышел в полуфинал. Там, ну, и занял седьмое место. Это, ну, такой неплохой показатель был. Ну, я тогда ещё, так сказать, молодой был, сырой. И только-только наступил на профессиональный такой путь. И вот с этого момента начал я уже выезжать на различные соревнования. Выступать на этих соревнованиях, набирать опыт. И благодаря этому опыту, благодаря тренерам, мне посчастливилось уже, ну, поверить в себя. И начинать уже завоевывать медали для нашей страны. Дзюдо – это очень сложный вид спорта. Если так взять, он один из самых сложных видов спорта. И конкуренция во всём мире очень большая. Очень большая. Там на чемпионате мира, там, по 90-100 человек весит бывает. Там на чемпионате Европы 50-60 человек весит бывает. И слабых стран нет сейчас. Ну, я надеюсь, что в скором будущем всё-таки у нас всё нормализуется. И мы будем одними из самых мощных команд в мире. Ну, я уверен в этом. Всё будет хорошо. Это был для меня, конечно, один из самых лучших дней в моей жизни. Так как я принёс долгожданную золотую медаль в Армению, в нашу страну. Столько лет, ну, довольно-таки 13 или 15 лет не было в сборной Армении золотой медали. И так получилось, так очень хорошо получилось, что я всё-таки смог завоевать титул чемпиона Европы, привезти в нашу страну и обрадовать весь наш армянский народ. Не только в Армении, который, а во всём мире. Там вот флаги, как они всё стояли, вот это всё. Ну, конечно же, это была история. И я до сих пор вспоминаю эти моменты. И просто это было очень круто. Без травм, конечно, не бывает. Как говорят, профессиональный спорт больше калечит, чем лечит. В прошлом году я начал очень хорошо тот год, 20-й год. В Израиле за выход в финал я... Ну, рейтинговые турниры были, международные, гран-при. За выход в финал с испанским спортсменом я очень сильно сломал палец. Ну, прям очень сильно сломал палец. Но всё равно эту схватку я, так сказать, на характере продержался и выиграл эту схватку. И в финале уже врачи мне не допустили. В финальной схватке пришлось сняться. После этого я вот лечился. Затем уже и коронавирус. Мы не ездили. Потом на тренировках, ну, у меня там, получается, ногу ударил, спина, плечи, локоть. Вот тоже недавно там связки порвал, на пальцы связки порвал. Ну, приходишь на тренировку, да, вот, ну, сто процентов заряженный. Начинаешь тренироваться, но травма, допустим, мешает, да. Там, как бы ты ни перевязывал, что бы ты ни делал, травма мешает. Ты злишься, но потом, ну, у себя в голове говоришь, у тебя есть мечта. Да, в общем, ну, начинаешь через эту боль там переступать и тренироваться дальше. Ну, а времени нету лечиться. Времени нету. Поэтому приходится как-то успевать хоть что-то где-то, вот, найти время. Утром, допустим, может, пойдут на процедуры, вечером обязательно на тренировку. Ну, это спорт. Каждый день, конечно, что-то вот такое неприятное бывает, но надо быть всегда к этому готов. Ну, знаете, как в джудо очень трудно попасть на Олимпийские игры. Очень трудно, потому что вот в течение, получается, двух лет спортсмены набирают на каждых соревнованиях очки. И вот в течение двух лет ты должен на всех соревнованиях ездить, бороться, 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 чтобы тебя никто не обгонял. Вот тот год, получается, травма у меня была на несколько соревнований, мы не смогли поехать. Потом, получается, из-за войны там, ну, на соревнования тоже нас не допустили. Но, слава богу, ну, я всегда тренировался, был в хорошей форме. И, получается, в течение шести-семи месяцев я все-таки смог как-то вот зубами забрать рейтинг, лицензию на Олимпийские игры. Турниров в Казани я там тоже стал, ну, занял седьмое место, получается. А седьмое место на большом шлеме, там много очков тоже дают. И после этого мы с тренером посчитали, там, ну, очки уже, ну, прилично так, ну, нормально мы поднялись в рейтинге. И уже как-то были уже спокойные. И нам, допустим, сказали то, что во вторник в шесть часов, ну, уже в этом, на официальном сайте, во вторник в шесть часов будет окончательно объявлен Олимпийский состав, ну, всемирный. А мы тогда были на сборах в ЦАХ Казове. Ну, мы ждем вторник, шесть часов, нету результатов. Среда, четверг, пятница. И мы неделю вот постоянно обновляли, смотрели. И так получилось, я после тренировок пришел вечером, скупался, лежу и думаю, да, еще раз зайду, посмотрю. Раз захожу, смотрю, там, список уже этот есть, объявлен, и официально там я в списках. И это тоже бомба. Я очень рад был и очень счастлив, что я могу представлять свою страну на Олимпийских играх. Я был один раз в Токио. Ну, это прям такая вот, ну, замечательная страна, замечательный город. Ну, он вообще необычный, вообще необычный. Люди необычные, город необычный такой, как будто в сказке каком-то, не знаю, в мультике. Как-никак Япония является родоначальником дзюдо, Дигару Кану основатель дзюдо. Первая школа в мире, которая была основана дзюдо, да, это был вот Кадакан. Надеюсь, что это будет удачным городом для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова